Всем привет! Меня зовут Ольга Ермилова. И сегодня у нас абсолютно не запланированный эфир, но не запланированный эфир – это всегда для меня запланированный эфир, потому что я планирую всегда выходить в эфир, когда есть такая возможность. И сегодня я хочу поговорить с вами о том, как подключиться к волне успеха. Я уже ранее затрагивала эту тему, но я прекрасно знаю, что не все люди с первого раза могут понимать, что именно это означает. Плюс информации настолько много, настолько всего в нашей голове событий и действий происходит вот такое огромное количество, что, конечно же, история про то, что в одну ух влетела, в другое вылетела, очень и очень правдива. Поэтому сегодня мы с вами разберем достаточно детальную эту тему. Оставайтесь до конца, потому что это будет интересно. Я дам вам очень простые, но эффективные техники, каким образом вы можете подключаться к тем волнам энергетическим, которые принесут вам, собственно, то, что вы желаете. Поэтому давайте будем об этом говорить. Кто не знает, я занимаюсь как раз изучением сил разума и работой над тем, чтобы свой собственный, самый сильный ресурс, который называется мозг, а у нашего мозга есть безграничные возможности, чтобы использовать его для того, чтобы создавать ту реальность, в которой мы с вами хотели бы находиться, а не в той, в которой вы оказались, и, как вам кажется, вот жизнь теперь такова. По факту нет. Жизнь такова, какой вы ее сами пожелаете создать. И то, что у вас есть сегодня, это результат, собственно, тех ваших мыслей и того вашего видения и представления о жизни, которая у вас есть. И если вы считаете, что жизнь – это сложно, что в жизни все достигается большим трудом, что для того, чтобы что-то получить, нужно и дальше продолжить ставить список «это сделать», то, собственно, для вас жизнь выглядит именно так. У каждого из нас есть свое понимание жизни, и за счет этого у каждого из нас есть своя жизнь. У кого-то она счастливая, успешная, у кого-то она находится в соревнованиях, у кого-то это стадия выживания, кто-то считает, что в жизни деньги – это зло, и поэтому постоянно лишен этих денег и сражается за копейки, кто-то смотрит на жизнь иначе и чувствует себя победителем. У каждого есть свое видение, и каждое из этих видений правильное для того человека, у которого оно есть. Есть приятная история, которая заключается в том, что в любой момент времени мы можем это изменить. И я хочу вам сказать, что очень часто у нас прекрасно получается вот это изменение, но только не в сторону улучшения, а в сторону ухудшения. И если вы вспомните немножечко какие-то ситуации в жизни, когда у вас все было хорошо, а потом стало плохо, то вы увидите, что этот момент происходит очень быстро и просто, когда у вас вдруг все было и в какой-то момент все разрушилось. Так вот, хорошая новость, опять-таки, а я человек хороших новостей, заключается в том, что обратно это тоже может сработать достаточно быстро. Для этого всего лишь необходимо подключиться к осознанности и пониманию. Что такое осознанность? Это понимание того, что я делаю, что я чувствую, к чему приводят мои мысли и действия. Вот, собственно, и все, что такое осознанность. Ничего в этом такого суперсложного, просветленного нету. Это просто когда мы думаем о том, что мы делаем, и когда мы анализируем свое собственное поведение. Все. Вот и все. На этом бы эфир можно было закончить, но я обещала рассказать вам о волне успеха. Итак, давайте с вами немножечко разберем теорию. Теория заключается в том, что наши мысли имеют некий энергетический заряд. И наша мысль, которая эмоционизирована, а это когда мы находимся в состоянии вау, или в состоянии фу, мне не нравится, эта мысль имеет некое магнетическое поле, которое притягивает к себе подобные мысли, а точнее людей с подобными мыслями и ситуацией. То есть там, где есть, например, какая-то беда, проблема, и вы находитесь в этом состоянии, и вы это еще больше к себе притянете. Вот таким образом это просто работает. Мало того, любые ваши негативные мысли в отношении других людей, например, вы кого-то не любите, ненавидите, вы кого-то обсуждаете, вы говорите, он гад, он сволочь, и при этом вы как будто бы чувствуете себя счастливыми, имеет такую интересную историю. эмоция, на кого бы она ни была направлена, она остается с вами. То есть, когда вы испытываете по отношению к другому человеку негатив и злость, его это не касается, ему с этого ничего. Когда вы обижаетесь на него, когда вы его обсуждаете, вы его ненавидите, ничего, но эта эмоция имеет прямое отношение к вам, которое активируется, как помните, кто постарше, люди икс, черная палочка, и вы автоматически, на энергетическом уровне видно, что вы страдаете, вы злой, и к вам автоматически начинают, знаете, как в страшных фильмах, идти зомби, которые такие же страдающие, злые, и все в жизни негативное идет на вас. Вы как, простите, вот комар, который залетел на свет, и все комары увидели этот свет и полетели туда. Вот что происходит с вашей эмоцией. А теперь давайте представим себе такую ситуацию. Вы это знаете, и вы знаете, что нельзя негативить. Вы знаете, есть такой закон мышления, который называется закон вставки. Выглядит это следующим образом. Мы с вами постоянно, тут такое соединение двух законов, немножко вам расскажу. Мы с вами постоянно мыслим, думаем. В нашей голове ежесекундно проскакивает какое-то безумное количество мыслей. Мы не можем не мыслить. То есть, если вы остановитесь и попробуете ни о чем не думать, у вас не получится. У вас в голове огромное количество мыслей, которые вы не контролируете. Вот вы идете по улице и думаете, это страшненькое, блин, тут урна не убрана, тут это плохо висит, блин, я забыла пойти домой, там надо было что-то взять, ой, я кому-то не позвонила. У вас в голове постоянно идет вот такая вот месила вам. Вы не можете это остановить. Но смысл заключается в том, что вы можете управлять теми мыслями, которые у вас есть. То есть, вы можете их отслеживать. Вы можете отслеживать эти мысли, поставить такой себе фильтр и понимать, что любые негативные мысли, а негативные мысли – это когда мы что-то о ком-то плохо думаем, когда мы кого-то обсуждаем, когда мы недовольны собой, когда мы критикуем, что вот эти негативные мысли вам допускать нельзя. Они у вас, так знаете, вот идут в серое, и вы их должны сортировать направо и налево. И вы говорите, нет, эти не пойдут, эти не пойдут, эти не пойдут, а вы, пожалуйста, проходите. Первая наша задача – это контроль. Начать контролировать свои мысли. закон контроля. Когда я принимаю, что у меня в голове миллион мыслей, но я начинаю их контролировать и останавливать себя там, где эти мысли мне не нравятся. Почему? Потому что я знаю, что если я продолжу это делать, то моя энергетическая вот такая энергия, вибрация это называется, притянет ко мне опять негатив, который отобразится в реальном мире. Я могу в кого-то врезаться, я могу потерять деньги, я могу попасть в какую-то аферу, я могу опоздать. Вот все сюда. Закон вставки гласит, что мы с вами имеем возможность выбирать мысли по собственному выбору. И в тот момент, конечно не со всем этим роем, в тот момент, когда вы себя ловите на мысли, я устал от этих отношений, мне никогда не везет с друзьями, я почему-то не могу начать зарабатывать, я чувствую себя неудачником, у меня что-то болит. То есть когда эта мысль такая, ну вы ее крупная, вы ее замечаете, вы понимаете, что вы негативите, вы ее можете достать, рассмотреть, ох ты моя маленькая, а чего говоришь, и поменять на другую. Помните, когда черешенку в ящичке покупаете или персик, и вы так накладываете в пакетик, и тут раз такой гнилой там, с червячком или помятый, вы его так достали и говорите, поменяйте мне, пожалуйста. То же самое и здесь. Вы меняете это на противоположное убеждение, на противоположное. То есть вы говорите себе там, например, давайте рассмотрим такую ситуацию, личные отношения. У вас произошла ссора в личных отношениях, какая-то такая кризисная ситуация, например. И вы сидите и думаете, какой же он гандонящий, как вообще я его ненавижу, как я с ним живу. Но тем не менее, вы не готовы к каким-то радикальным мерам. Вы понимаете, что сейчас в вас говорят эмоции. И если вы будете продолжать думать о нем плохо, эта энергия притянет к вам еще больше плохого, и его это будет злить, потому что он будет чувствовать между вами такой дисбаланс, и вы будете только раскатывать этот клубок. Конечно, было бы неплохо подумать в ответ. У меня прекрасный партнер, я его обожаю. Ну да, с кем не бывает, ну послал нахер, ну еще что-то. Но я его так люблю. И иногда это очень хорошо получается. Когда ты находишься в спокойном личном состоянии, ты понимаешь, что да, он сейчас прогнал, но ты понимаешь, что тебе выгоднее заменить эту мысль на позитивную, иначе тебе же будет хуже. Но бывает такое состояние, когда то ли он перегнул палку, то ли ты находишься в таком состоянии, вот когда ты не можешь себя заставить поменять эту мысль на позитивную. Не можешь. Ты просто не можешь. Ты его хочешь треснуть и убить, но не можешь. Что делать в этом случае? Мы здесь должны понимать, что если мы будем продолжать негативить и думать о плохом, то мы сделаем плохо не ему, а себе. А мы с вами помним о том, что мы должны быть эгоистами. Что делать в этот момент? Есть такая клёвая техника, я сегодня её записала для, ну, немножечко её расширение записала для участников своего клуба и марафона, но что я вам предлагаю делать? Дело в том, что мы с вами вообще всё в мире, все люди имеют, и даже предметы имеют определённую энергию. И, например, люди, которые счастливы в личной жизни, которых вы видите на улице, там влюблённые парочки, они целуются, или вообще каких-то замечательных других людей, вот таких счастливых в личной жизни, они имеют определённую энергетическую вибрацию. Ну, попробуйте даже посмотреть просто на влюблённых. Неважно, какого они статуса, сколько им лет, вот просто посмотрите на них. Волей-неволей начинаешь улыбаться, когда на них смотришь. Да, кто-то думает, ой, блин, какие вы мимишные, вы ещё ничего не знаете, наслаждаетесь, ребята. Но, тем не менее, они няшные. Они няшные, и вы чувствуете, вы как будто чувствуете, как они друг друга любят. Вы видите их бабочек, которые летают. Так вот, как я вам уже говорила, наш разум, он не воспринимает, кому принадлежит эмоция. То есть вы радуетесь за себя или за других, вы негативите на себя или на других. Вы просто меняете, ну вот если так говорить, вы просто меняете цвет своей энергетической оболочки, вне зависимости от того, к кому это направлено, к себе, вы о ком-то это говорите, вы слушаете это по телевизору. Вообще нет. Вот не имеет значения. Вы меняете, ваша энергетическая, ваша оболочка меняется. И фишка заключается в том, что когда вы не можете заставить себя подумать о своём партнёре хорошо там, да, ну вот не можете, не хотите, может быть, может быть, устали, и при этом вы понимаете, что оставшись на вот этой волне негатива, ни о каком успехе, удаче и во всех остальных сферах говорить не приходится, потому что наша жизнь, она не делится на сектора, знаете, как там колесо, не помню, как это называется, колесо баланса, да фигня всё. У нас жизнь целостная, понимаете? У нас жизнь абсолютно целостная. И, соответственно, мы воспринимаем её целостно. И наша задача понимать, что если мы где-то проваливаемся, то у нас страдает всё остальное. То есть если я в личных отношениях проваливаюсь, то это волей-неволей отражается на моей работе, на моём внешнем виде, на моих детях, да, ну, сами это знаете. Что делать? Ну, это понимание того, почему очень важно поменять своё настроение, закон вставки, помните? Поменять. Как это сделать? Так вот, вернёмся к энергетике. Люди, которые что-либо имеют из того, чего хотелось бы вам, будь это классные отношения, влюблённость, материальные блага, новый дом купили, новую машину, или у них есть много всяких разных денег, или этот человек добился успеха в том, чём бы хотели вы, вы можете подключаться на их энергетическую волну. Что для этого нужно сделать? Мы не делаем, тут очень важный факт, мы не делаем никому ничего плохого. Мы не вампирим. Я вообще с вампиризмом до конца ещё не разбиралась, а надо бы, что вообще на самом деле это такое, потому что я уже подразумеваю, что энергию мы отдаём сами, а не у нас её забирают, но мы сейчас не об этом. Как, что значит подключиться? Подключиться очень просто. Когда вы начинаете, например, у вас проблемы в личной жизни, а вам нужно создать такую вибрацию, будто бы в вашей жизни всё шикарно, и вы не в состоянии сейчас сделать этот закон вставки, и представить себе, как у вас всё шикарно, как всё замечательно, нет. Вы должны вот эту вот эмоцию, ну, ситуацию, связанную с отношениями, где-то подсмотреть, включить в себе фильм о сумасшедшей любви, поговорить со своей подругой, у которой сейчас развиваются отношения, и которая будет рассказывать про свой конфетно-букетный период, пойти погулять в парк, где целуются молодые ребята, где они там, я не знаю, он читает ей стихи, я недавно слышала, как парень, я не знаю, 10-й, 11-й класс, я уже не понимаю, сколько им лет, как она сидела у него там как-то на руках, он ей там какой-то рэп читал. Это мега, я сияла в этот момент, я ждала ребёнка Станцева, я сияла в этот момент, потому что я вспоминала свои там 16-17, вот это вот офигенское такое ощущение, когда мама, я люблю его, это на всю жизнь, и я без него умру, и ты начинаешь сиять, и твоя вибрация начинает подниматься. Научитесь подключаться к чужому счастью. Если вы хотите купить новую машину, непременно радуйтесь всем, кто это делает, непременно радуйтесь новым автомобилем, непременно посылайте людям радость, успех, и улыбайтесь тем, кто ездит на той машине, которую вы хотите. Если вы хотите покупать классные шмотки, заходите в магазин и улыбайтесь, радуйтесь тем, кто стоит на кассе и покупает столько, сколько бы хотелось вам. Выключайте зависть и разочарование, о боже, меня бесят все эти влюблённые люди, о боже, эти покупают опять, денег не хватает. Вы этим самым делаете плохо себе. Вы как будто бы говорите вселенной, я не желаю этого, мне этого не надо, и меня это все раздражает. Хорошие отношения – это фу, любовь – это бе. Вы выключаете себя. Я когда-то рассказывала, что представьте себе, что вы помните этот фильм, как он чудесно назывался, «Аватар». Я не помню, там это было или нет, но мне кажется, что было. Но если не было, то значит, это моя личная фантазия. Представьте себе, что вы и на зарядке находитесь, что у вас есть некая штука, которая вас там включает в розетку, вот у вас такой большой хобот, знаете, из пупка, вот для меня это пуповина, потому что я рожала детей, и я знаю, что такое пуповина, с которой связывает тебя ребёнок. Так вот представьте себе, что у вас эта пуповина висит, и вы можете подключиться. Вы идёте, и вы видите этих людей, и вы мысленно так чпок лучиком к ним, и вы радуетесь с ними, вы не высасываете, не забираете, вы подключаетесь, и вместе с ними радуетесь, вы чувствуете, прям попробуйте, постарайтесь почувствовать, что ощущают эти люди, насколько они сейчас счастливы. Подключитесь. Это как к источнику электричества, понимаете, когда есть розетка, и вы туда включаетесь тоже. Генератор такой своеобразный. Знаете, что такое генератор? Когда в поле вывозишь шатёр, а я делала свадьбу много лет, и там нет электричества, приезжает такая огромная машина, которая генератором так... И вот оттуда все берут электричество, туда все подключаются. То же самое. Вы должны подключиться и включиться, посмотрев классный фильм, после которого вам становится, блин, как хорошо, всё-таки бывает любовь на свете, как это трогательно, я тоже такую хочу, почитав книгу, послушав какую-то, может быть, историю, может быть, какую-то песню, только, пожалуйста, по теме, а не трагическую, где вы ещё больше зарыдаете. Наблюдая за людьми, приехав, погуляв по дорогому кварталу, где много богатых людей. Вот я живу в дорогом очень квартале, и я люблю ходить и говорить, «Боже, какие вас обожаемые люди, вы такие успешные, я люблю среди вас жить». Даже когда у меня были проблемы с финансами, я в какой-то момент словила себя, что они меня все злят, что у них почему, откуда, как. А потом я ословила себя на этой мысли и стала радоваться, радоваться всем. Я выхожу, а у меня тут, смотри, новая Бентли появилась. Я говорю, «Боже, как хорошо». Я сегодня, кстати, выложу фотку, сегодня фотографировалась возле дома, увидела очень прикольную машину, Mercedes очень интересный. И я стала возле неё фотографироваться, говорю, «Серёж, сфоткай меня, типа, по стилю мне сейчас подходит». И девушка идёт, и Сергей ей говорит, «Проходите, пожалуйста». А она говорит, «Да нет, я машину свою». Она такая маленькая, а машина, ну, трактор настоящий, ну, крутая, дорогущая, там, пипец. Вот. Но я говорю, «Вы не против, что я фотографировалась?» Она, «Да нет, нет, нормально, всё». Понимаете, вот это очень частая история про то, что, ну, как бы, не то, что обычные, мы все обычные люди, но люди, у которых нету такого достатка, считают плохое про других, что они обязательно заносчивые, они тут, значит, нет, они такие же люди, замечательные, прекрасные. Все мы. Я себя, в общем-то, тоже перечисляю к достаточно успешным людям. То есть нету никакого в этом плане страха. Учитесь подключаться к этому успеху. Это потрясающее упражнение, потому что, когда вы не имеете, не знаете, как это получить, не понимаете, и не понимаете, как энергетически, как это почувствовать, не понимаете, и как вам себя представить. У большинства людей есть огромная проблема. Они не могут представить себя успешными. Фантазия не дает. То есть мы с этим сталкиваемся на рерайтере жизни, когда люди не могут думать не в рамках своих возможностей. Когда я говорю, ну, мечтай дома, она говорит, где я денег на него возьму? Я говорю, да какая разница, ты намечтай. Она опять начинает считать, какая зарплата должна быть, что должно быть. Все, мозг тут же сковывает. Проблемка в этом существует очень многих, очень многих. Поэтому подключайтесь. Говорите себе, окей, хорошо, я пока не могу намечтать, например, или если могу, то замечательно, но подключайтесь к этому успеху и деньгам, он повсюду. Классный пример, когда Текеха делал и рассказывал о том, как он был очень в таком бедном состоянии, занимался изучением сил разума. И он решил, значит, уже как-то начать все эти знания складывать и выходить с ними на люди. Но ему было очень стыдно выходить на люди, потому что, что у него были знания, но он их не практиковал. И он понял, что ему надо почувствовать себя очень успешным человеком, потому что, если он этого не сделает, он не сможет ни практиковать, ни выступать, ну и вообще, какая цена знания, которые ты другим рассказываешь, а сам не использует. И он начал рассказывать о том, как он практиковал чувство изобилия. То есть, обычно изобилие это что? У меня много денег, у меня много машин, у него ничего этого не было. И он говорил, я брал тарелку, положил сюда гроздья винограда и считал, и говорил, как круто, у меня не одна виноградинка, у меня много виноградинок. Вот, значит, я богатый. Он выходил на улицу и говорил, как здорово, ну как много деревьев, это такое изобилие, как много цветов, как много солнечных лучей, как много капель идет, я такой изобилием, я такой богатый. Вот, понимаете, на самом-то деле было бы желание, раскачивание идёт, вот оно действительно так происходит. Я несколько раз в своей жизни анализировала переходы свои финансовые в том числе, ну уровневые, и думала, ну как так? Как я там покупала вещи вообще там где-то на стоках, а потом опа и в Диор пошла. Как это произошло? И вы знаете, это происходит очень незаметно. Ну то есть ты как-то не понимаешь, как это происходит. Вот это оно так раз-раз-раз, а потом ты понимаешь, что твой достаток вырос, ты перешёл на какой-то другой уровень, ты стал себе позволять то, чего ты раньше не позволял, и ты даже объяснить это не можешь. Оно вот как-то так набирает обороты и как на лифте тебя несёт. Но это необходимо делать ежедневно, очень и очень важно потихонечку себя таким образом разгонять. Да, вот вы пишете, что большой страх перед жизнью в удовольствии, он действительно существует, но он существует, это всё же родом из детства, это всё наше убеждение, наше окружение, наша семья, которая нас всяческим образом капсулировала. Но я просто даю вам те методики, я не психолог, я в этом плане ничего не заканчивала. Сегодня какая-то милая девушка написала мне, что вы говорите очень примитивные вещи, идите займитесь психологией. Я не хочу заниматься психологией, очень много людей есть психологии, наверное, есть прекрасные, я занимаюсь другими вещами, и есть, благо, достаточное количество тех людей, которым это интересно. Так вот, важный аспект, который вы должны понимать, это то, что работа над собой, вам для этого никто не нужен, в принципе, но для вот этой работы над собой, которую мы делаем. И изобилие, прежде всего, должно стать для вас во всём, вот просто во всём. Радуйтесь количеству картошек, которые вы покупаете, радуйтесь, сколько у вас книг стоит, то есть приучите себя радоваться этому изобилию. И приучите себя вообще радоваться, подключаться к тем волнам, которые вам нужны. Ведь вы же очень легко подключаетесь к волнам негатива, правда? Вы включили новости, и вот вы уже сидите и обсуждаете. Позвонила ваша мама, рассказала какую-то историю, и вот вы уже её очень активно обсуждаете. А если вы утром вышли, например, и что-то произошло, вы расскажете об этом всем своим знакомым, и тоже эта история наберёт обороты. Почему не работает наоборот? Почему не работает? Многие говорят такие, что мне врать нужно, мне нужно о хорошем говорить, когда мне плохо. Вам не нужно врать, вам нужно для себя решить, какую жизнь вы хотите, и начать об этой жизни так и думать, так и говорить. Изначально, когда я работала над личным брендом, тоже была такая формулировка, она подходит на самом деле и к нашему внутреннему миру, что изначально мы должны решить, кем мы хотим быть, и сразу же максимально начать себя вести так, будто бы я уже этот человек. Как бы я себя вёл, если бы у меня уже это было? Как бы я разговаривал? Как бы я себя ощущал? Как бы я относился к другим людям? Вы знаете, у нас с Серёжей в жизни был такой момент, когда у нас включилась конкретная корона. Очень мы сильно выросли финансово, вообще статусно сильно. И быстро, не быстро – это следующий вопрос. Я помню наши разговоры с ним по отношению к другим людям. Насколько мы были резкие, насколько мы были такие беспринципные, совершенно такие уже, как люди-роботы. И нас очень больно Вселенная пнула потом. Ну, точнее, как бы, наверное, не столько Вселенная, сколько мы себя сами. Наши мысли нас и привели к тому, что произошло, какие вещи с нами начали происходить. Но мы для себя очень чётко уловили. И вот у нас не бывает такого дня. Иногда он мне говорит, слушай, такое обращение, что с ним делать, как ты думаешь. Мы всегда ищем подход к абсолютно каждому человеку, если он, конечно, не совсем из ряда вон адекватный, с адекватными мы не общаемся. Всегда ищем подход, как помочь человеку. И всё время себе напоминаем о том, что с короной мы уже были. Поэтому, если человек просит у нас какой-то помощи, я сейчас не говорю о материальной помощи, у нас есть обращение по рерайтеру, например. У нас кто-то обращается по рассрочке, ещё по каким-то вопросам. Мы стараемся всегда рассмотреть и подумать, как мы можем этому человеку помочь, чтобы он остался с нами, нежели чем просто поставить его на место, сказать, иди, решай, как хочешь. То есть вот это вот такое выработанное уже качество, оно приходит. Оно приходит со временем, с опытом. Вот. Поэтому, если говорить, наша тема называлась, как, я уже не помню дословно, но как подключиться к успеху, к волне успеха, вот это делается вот таким достаточно примитивным, простым образом, когда вы вместо того, чтобы страдать, и вместо того, чтобы рассматривать свою реальность, и жаловаться на неё, и думать, как же вам не повезло, как всё плохо, но когда-нибудь оно само изменится, вместо этого ваша задача поменять свои мысли. И сделать вы это можете путём того, что вы подключитесь к другим. Но тут очень важно, чтобы когда вы подключались, вы эту волну ловили. Вот знаете, это как энергия. Вот если, например, вы там, не знаю, послушали моё видео и зарядились энергией, вы можете пойти и сделать то, что вы хотели, не знаю, там, выполнить упражнения, помыть полы, там, написать бизнес-план. А можете просто послушать, вы заряжены энергией, ну и ничего. И вы сели, включили телевизор, и эта энергия у вас ушла. Вот очень важно этим распоряжаться. Если вы подняли свою вибрацию, например, в отношении, в личных отношениях, потому что вам это было необходимо, то тогда обязательно это используйте. Вау, я поняла. Всё, теперь, находясь в этом состоянии, вы уже можете визуализировать и представлять себя, выполнять какие-то аффирмации на отношения ваши с вашим партнёром. То есть вы как бы подняли себе это настроение, вышли из состояния пласта, я называю это «лежать пластом, когда ничего не хочется». Вышли из этого и начали с этим творить. Обязательно. Помните о том, что, когда мы говорим о том, что человек хозяин своей судьбы, это подразумевает не просто красивую фразу, это подразумевает действие. В данном случае хозяин – это глагол. Вот в данном случае он хозяйничает, он действует, он ведёт себя по жизни. Понимаете? Вы должны себя вести, вы должны понимать, что каждое утро, когда вы просыпаетесь, вы ведёте себя по этой жизни. Вы не человек, которого жизнь ведёт куда-то, на работу, с работы, в проблемы, в долги. Если ваша жизнь выглядит, как зарплата, долги, проблемы, не зная, что завтра делать, не понимая вообще, как строить своё будущее, то это большая «я проблема не люблю» слово, но это для вас задача, вам необходимо её решать. Потому что в противном случае, посмотрите, я не знаю, на родителей или на кого-то, кто живёт так же, как живёте вы, и вы увидите, что с вами будет дальше. Вы увидите, что с вами будет. Я сегодня случайно ночью не спала. Ну точно спала, я как бы не то, чтобы не случайно не спала, я проснулась, но я листала ленту Инстаграма, и я IGTV видео не смотрю. Не смотрю, потому что у меня никого нет такого интересного, как я. А вот эти дурацкие ролики, которых там много, это капец. И вдруг мне вылазит Дима Шепелев, это ведущий, экс-ведущий первого канала. Я лично знаю Диму, потому что он начинал работать в Украине, я ещё была в шоу-бизнесе. Ну, громко сказать, что мы дружили, но как бы мы были знакомы. И вдруг я вижу, что Дима Шепелев, который проработал 10 или больше лет на первом канале ОРТ, ушёл. И там написано, почему Дима ушёл. Я, естественно, как та утка клюнула, блин, ну почему же Дима ушёл-то? Действительно, очень интересно. Почему Ларита Милявская похудела? Думаю, ладно, один ролик. И я посмотрела, и Дима сказал о том, что ему очень не нравилось уже последнее время то шоу, которое он вёл, оно как раз было очень желтушное. И он сказал о том, что мой сын подрастает, и он говорит о том, что попросил меня, папа, покажи мне, чем ты занимаешься, что ты делаешь, где ты работаешь. И он говорит, я когда начал с этим разбираться, я понял, что я не могу гордиться теми проектами, которые я делаю, и я решил уйти. Несколько месяцев шли переговоры, и я ушёл. На секундочку, ОРТ это канал, ну как бы, ну вы понимаете, что это главный российский канал. Ну это безумно. Мало того, что это очень хорошие гонорары, и не только на канале, но и как у ведущего, потому что, когда ты ведущий первого, то ты и на свадьбе стоишь, извините, как первый. Ну там на корпоративе каком-то, понятно, что они прилично там зарабатывают больше, чем на каналах. Но для меня стало таким очень уважением, вызывающее чувство уважения, когда Дима сказал о том, что для меня очень важно делать то, что мне нравится. И я на сегодняшний день состоялся и созрел для того, чтобы это принять, и для того, чтобы найти в себе силы уйти даже с такого известного канала и заняться теми проектами, которые мне интересны на другом, может быть, в менее популярном канале, а может быть и более. И вот это крутое такое решение, когда ты себя ведешь по жизни. Не когда ты говоришь там, можно быть жертвой даже на первом канале, понимаете, много зарабатывать, но при этом чувствовать себя несчастным и говорить, ну куда же я уйду, я теперь вынужден это делать, другого шоу мне не дают. Нет. Даже находясь на таких вещах, на таких центральных точках, люди принимают решение, это вызывает уважение, потому что человек идет не только от материальных благ, он идет от внутреннего. Мы с Димой, по-моему, одногодки, если я не ошибаюсь, у нас там может быть год разницы. И вот это внутреннее начинает тебя вести. Это очень и очень важно развиваться, очень важно. И когда вы находитесь в стадии ожидания, когда вы только реагируете, а помните, я вам говорила, что наше счастье, состояние счастья, это наш внутренний мир. Внутренний мир – это наши мысли и реакции на те ситуации, которые есть во внешнем. Во внешнем мире нет счастья, потому что для того, что для одного счастье, для другого не счастье или никакая эмоция. Счастье – это наша реакция. И мы с вами выдаем различные реакции. Для большинства людей жизнь, которую человек проживает, это всего лишь реакция на что-то. Ой, меня уволили, это плохо. Ой, закрыли на карантин, это хорошо, не надо ходить на работу. Ой, цены поднялись, там мне пофиг, у меня все равно денег нет, гречка так же и стоит. Или у меня погреб свой есть. То есть просто человек сидит и каким-то образом выставляет свои оценки. Помните, мне очень нравится, я часто об этом говорю, только я все время забываю, Сергей Светляков. Помнила. Чудесная вот эта вот история, 300 тысяч лет не смотрела телевизор, но, конечно, этот мем, забыла, как называется программа, но не важно. Когда он сидит с телевизором, да, и там критикуют телевизор, там разговаривают очень активно. Это же наши дедушки, бабушки так делали постоянно. Ну, дедушку я своего помню, который сидел и на телевизор, значит, там ругался и кричал, там, значит, и там стучал. И когда в футбол, помните, играют тоже. Ну, что ты? Ааа, ммм. Ну, очень забавная история. И вот люди в большинстве своем выглядят так. Есть какая-то жизнь, которую они представляют себе как картинку, и считают, что вот эти их реакции, это и есть их жизнь. Что просто там что-то происходит, а я просто реагирую, но я вынужден в этом быть. Ну, нет. Нет, это неправда. Ту-ду. Вы провтыкали свою жизнь только что. Вы узнали, что вы провтыкали свои 20, 30, 40, 50 или 60 лет. Я вас поздравляю, вы еще не сдохли. Значит, у вас есть шанс это изменить. Ребята, это же хорошо. Это же хо-ро-шо. Вот, поэтому выбирайте всегда вы. Можно продолжать прозябать, а можно использовать вот такие крутые техники. Все, кстати, техники, о которых я вам рассказываю, это все очень давным-давно изобретено. Уже порядка соточки лет, так точно. Но, заметьте, нам эту информацию широко не рассказывают. Пишутся книги, которые мы как бы читаем. Многие говорят, я читал книги, что там написано? Ну, что-то... Думай, хорошо! Класс, молодец! Думай, хорошо! И что, помогает? Что-то не работает. Ммм, странненько. А повареную книгу читал? Повареную, Повареную, как она называется. Помните, раньше была такая книга тоже одна? Вот сейчас много книг. Факт, друзья мои, очень простой. Мы просыраем свою жизнь, потому что мы не знаем, как ей управлять. Потому что никто нас не учил, а мы не особо интересовались. Но сегодня этот момент происходит. И сегодня все больше и больше знаний и людей активно идут в мир, к счастью. И сегодня нам необходимо научиться это делать, потому что мир меняется. И есть такое подозрение, что большое количество людей, которые не захотят меняться внутренне, чьи вибрации не будут повышаться, а даже вибрации Земли сейчас повышаются, можете почитать об этом в интернете, что вибрации Земли повышаются, и у нас начинается отсутствие резонанса, очень сильный большой такой проток. И что происходит? Люди начинают болеть. Все эти пандемии и все эти штуки, где люди начинают вымирать, просто потому, что не совпадают энергетически со скоростью этих вибраций. И все, люди отстают, у людей начинают заболевать генетически, идти какие-то болезни, заболевать органы, что-то куда-то отказывать, и все. И так это происходит. Но я вас не буду пугать этой смерти, у нас же, знаете, мы пока молодые, мы вообще этого не боимся, нам кажется, это никогда с нами не случится, история не про это. Меня лично мотивирует интерес, меня лично всегда мотивирует узнать свой собственный потенциал, насколько я могу, что интересного я могу, как я могу своим мозгом реально управлять, чтобы получать то, что мне нравилось, то, что мне хочется, то, от чего я буду кайфовать, от чего я буду кайфовать. Станьте маленьким, вернитесь в свое детство, когда вам все было интересно, из чего это, почему это, куда это, для чего, как туда полететь, какой это на вкус, что сделать, если горячую сковородку взять в руку. Вернитесь в детство, начните изучать себя, начните задавать вопросы себе, как это со мной случилось, а почему, а почему так, а может быть по-другому, а что на это влияет, а что может быть. А вот если она говорит, это правда, ну давай предположим, что я реально могу изменить свою жизнь, а что там сделать надо. Сложно, что она говорит? Да не, не сложно. А мне в лом делать? Получается, что мне в лом что-то делать, и мне нравится моя жизнь, потому что, значит, я настолько ленив, чтобы что-то изменить? Нет, мне не нравится моя жизнь. Тогда давай сделаем с тобой. Станьте душономальными для других. Разговаривайте сами с собой. Познавайте себя, трогайте себя. Нам в детстве говорили, писью не трогай, сисью не трогай, ничего не трогай. Все, сейчас все можно трогать, можно, мастурбировать, всё можно. Так помастурбируйте мозгом своим. Займитесь этим, разберитесь, как устроен ваш мозг, полапайте его хорошенько, разберите его, посмотрите. Если я негативлю, что происходит в моей жизни? А если я не негативлю, а как этим можно управлять? А могу ли я запрограммировать, сделать так, чтобы эта ситуация со мной произошла? Поиграйте в это. Это же круто, это же интересно. Понимаете? И это сильно лучше, чем настраивать воронку продаж. Скажу я вам по секрету, честно. Потому что воронка продаж, это такая штука, знаете, с большим вопросом. Когда вы поймёте, как вот это здесь работает, когда вы внутренне начнёте это ощущать, у вас всё остальное будет просто происходить автоматом. Моя подруга сейчас запустила курс. Она не изучала никаких тренингов, вообще ничего не изучала. У неё 12 тысяч подписчиков. Но она крутая в своём деле, очень крутая в своём деле. И она запустила курс пробный. И продала в течение двух недель 130 мест. Где-то там на 13-14 тысяч долларов. Она офигела. Просто офигела. У неё вообще ничего нету. В контексте там продажники, помощники. Ничего нету. Она просто сделала страничку и рассказала своим 12 тысячам подписчиков. И она мне говорит, как это возможно? Я говорю, это возможно по одной простой причине, потому что ты крутая и интересная. И ты живёшь тем, что ты делаешь. И поэтому у тебя так всё офигенно. Вы должны понимать, что когда вы находите своё, когда вы понимаете себя, когда вы начинаете быть вот таким вкусненьким, люди это чувствуют, и ваш бизнес, и то, что у вас должно выстроиться, выстраиваться. Можно 300 тысяч раз учить эти воронки продаж, но до фени. До фени, если вы не понимаете, кто вы, что вы, что нужно вашим людям, чего вы сами от себя хотите, и постоянно боитесь просраться. Вы просрётесь. Вот. Всё, чего вы боитесь, вы обязательно получите. Так что лучше боитесь быть успешным. Лучше бойтесь этого. Тогда у вас получится. Понимаете? Вот это очень важно. Важно осознать. Потому что бесконечно воронки, инстаграм, сука, ты только настроил этот инстаграм, он опять поменял что-то, опять поменял, и эта воронка поменял. А ты, если ты охуенный и знаешь, кто ты, люди всегда тебя найдут. Я с 2009 или 2010 года, я точно не помню, начала заниматься обучением. Вообще, в свадебной сфере. Вот сколько лет проходит, у меня такое количество людей, которые идут за мной со свадеб. Я в какое-то время даже страдала по этому поводу. Думаю, блядь, ну как мне отмыться вообще от этих свадеб? Не хочу, не хочу. А потом они растут, они развиваются. Кто-то уходит с этих свадеб, кто-то в другое приходит. Но я понимаю, что, мать твою, я больше 10 лет интересна людям. Это же насколько, блин, охуитительно я должна быть, чтобы людям было столько лет интересно за мной наблюдать, еще и у меня учиться. Вот, вы говорите, цветами я занималась. Цветами я занималась относительно недавно, а вот свадьбами я уже себя не помню, той, которой я была, а люди помнят. Это не вопрос в том, что я там офигенна. Ну нет, я офигенна, конечно, но эта история не про это. Это история про то, когда вы развиваетесь, когда вы не врете себе, когда вы идете за собой, когда вы себя вытаскиваете. Да, это частенько больно, это бывает как-то так, знаете, вот по-разному, в разные периоды проходите, но это охрененно, когда ты себя раскрываешь и когда ты себя начинаешь понимать. И это круто, что, я себе говорю, ну круто, что ты еще к сороковке не подгребла, а уже, наконец-то, ты понимаешь четко, кто ты и чем ты хочешь заниматься, и ты этим занимаешься, и ты это делаешь, и тебе еще деньги за это платят. Это вообще фантастическая штука. Вот я вам честно скажу. Это фантастическая, потому что я впервые в жизни не работаю, не воспринимаю это как работу, как то, что я должна, как то, что нет. Я воспринимаю как то, что я хочу, мне нравится, бля, где мне что найти на это время, я хочу еще больше, я хочу еще им больше дать, я хочу еще то, я хочу еще это. Мне нравится, это такое кайфище. Просто вам не передать. Кайфище. Поэтому это важно искать себя, важно открывать себя, важно себя рассматривать, важно со своей головой понять. Я знаю, как это сложно, когда сидишь в заднице, заставить себя поверить в то, что может быть как-то по-другому, потому что мозг логически думает, где взять, где взять, как взять. Если бы вот сейчас тот путь, последнюю петлю, которую я не прошла, а я ее прошла, если бы этого не было, я бы, наверное, была сейчас скептически тоже настроена. Но после моих последних приключений, когда я прям так вот из минуса пошла вверх, я поняла, что наш мозг, наш разум — это сильнейший подарок, вообще сильнейший инструмент, оружие, я не знаю, что это, из того, что у нас есть. Вы понимаете, что мы в голове определяем, кем мы будем, не в реальности. Дело не в резюме, которое мы рассылаем, и дело даже не в тех людях, у которых мы хотели бы попросить помощи. Нам все время кажется, что помощь, она где-то извне. Кому бы написать, с кем бы познакомиться, что бы сделать. Вот тут все. Парадоксально, но сидя дома, точно так же, как с телефоном мы можем работать и с интернетом, наш мозг — это интернет ко всем людям мира, ко всем возможностям мира, ко всему материальному в мире. И когда мы учимся этим управлять и меняем свою энергетическую вот эту волну, как бы по-дурацки для вас это ни звучало, кто не в теме, это начинает работать. Вы знаете, мне как бы глубоко наплевать, по-дурацки это или не по-дурацки. У меня это работает, у других людей это работает, я буду делать все для того, чтобы говорить об этом как можно больше, потому что пусть еще не в столь массовом, но уже в весьма массовом формате люди начинают просыпаться, и это мега классно, потому что мир начинает становиться другим, потому что ты приходишь на встречу, и ты забываешь о том, что есть какой-то коронавирус, какие-то маски, какие-то разговоры об этом, вообще не помнишь. Ты только видишь официанта в маске и пытаешься понять, это ограбление или что это, и потом ты такой, ёпсель, опять, и ты снова забываешь, ты живешь другой волной. И я очень хочу, чтобы вы это испытали. Очень, очень и очень. На этой чудесной ноте я буду заканчивать свой замечательный эфир и напомню вам о том, что у нас есть с вами присосочка, которой мы должны подключаться к тем эмоциям, к тем вибрациям, которые нам нужны в жизни, и перетягивать их, проецировать на себя. Это очень простая техника, попробуйте ее поделать, поищите изобилие, научитесь радоваться. Каждый раз, когда вы слышите, что у кого-то что-то происходит классно, радуйтесь как за себя, прям визжите от восторга, и вы увидите, что начнет происходить в вашей жизни. Ну, а я, конечно, буду визжать от восторга уже 1 октября, когда у нас запустится седьмой поток рерайтера жизни, седьмой поток подряд, седьмой месяц подряд. Я провожу рерайтер жизни, и мега счастлива, мне не нужны каникулы, выходные или еще какие-то дни, потому что это супер круто знать, что еще. Еще одна группа людей начнет менять свою жизнь, менять свои мысли, становиться более счастливыми, осознанными, и в результате получит совсем другую реальность. Это я точно знаю. Поэтому я вас приглашаю. С 27-го числа у нас начнутся продажи пробной версии, которая будет стоить 5 долларов. Вы сможете, она появится прямо на сайте, вы сможете попробовать, зайти в марафон, побыть с нами 4 дня, написать 2 главы своей новой книги, и вообще разобраться с тем, как это происходит. Также вся информация у меня есть по ссылочке в профиле, если вы вдруг никогда не заходили, не читали, пожалуйста, you are welcome. Много отзывов, и на странице, и у меня в актуальных stories. Вот, благо, у меня очень благодарны мои рерайтовцы, и они все время щедро сыпят, и рассказывают, что происходит. Я безумно за это люблю, да не только за это, но мне это очень приятно. Вот, поэтому я буду рада, если вы также пополните наши ряды, и станете частью нашей большой, и точно могу сказать, очень дружной, немножечко пиздаватенькой, но уж лучше мы будем пиздаватенькими, чем мы будем нормальными людьми с нормальными проблемами. Проблема пусть остается кому-то другому. Будьте happy, улыбайтесь, даже если не сильно хочется. И простое упражнение такое, которое когда-то мне, кстати, рассказал мой педагог по актерскому мастерству, видимо, он много знал, что когда ты утром просыпаешься, ты подходишь к зеркалу, натягиваешь улыбку, даже если не хочешь, и смотришь на себя, и желательно улыбаешься. Я включаю классный трек еще, еще и танцую. После этого настроение взлетает, и начинает притягиваться к тебе все самое клевое. Помните о том, что мы люди, мы умеем все контролировать, мы уже взрослые, мы можем себе все позволить, так что мастурбируйте своими мозгами, изучайте себя, и получайте оргазмы. Ну, приходите, я помогу вас удовлетворить. Все, целую, пупсики, до встречи. Продолжение следует...